Добрый вечер, Ставропольский край. Меня зовут Вадим Маскаленко и самое время для наших новостей. Это коротко о главных темах на сегодня. Форс-мажор или ошибка подрядчика в Ставрополе. Дождь идет не только на улицах, но и в квартирах одного из домов. Кто виноват и что делать, в проблеме разбиралась Екатерина Сегида. Учение МЧС на этот раз в геронтологическом центре. Как спасали пожилых людей? Репортаж Вадима Маскаленко. Ставропольский Виктор бьет мыслимые и немыслимые рекорды. Кто повержен на этот раз? Добрыня, Эдвин и Афина покоряют железноводство. Какие еще необычные имена популярны на курорте? Приход осени нередко сопровождается неприятными сюрпризами. Холод, ветер и дождь с потолка. Именно с такой проблемой каждый раз в непогоду сталкиваются жители одного из домов Ставрополя. Причина – изношенная кровля. Долгожданный капитальный ремонт крыши пока радости не приносит. И даже наоборот – сплотил людей с тазиками, ведрами, тряпками. Кто виноват в этой истории и как защитить свое жилье от капризов природы? Екатерина Сегеда прошлась по мокрым коридорам и нашла ответы. Дружненько, шваброчка, тряпочка, звенчик, совочек и пошли с ведерками. В таком усиленном режиме приходится существовать жильцам верхнего этажа дома на объездной 3. Пейзажи здесь плачевные. С люстры капает вода, штукатурка давно облупилась, на стенах плесень. Каждый дождь для этих людей – настоящее испытание. Электричество не работает, света нет, горят лампочки. Нам только на этой неделе вчера буквально чуть подсохло, крутили лампочки. Вчера залило. Сегодня уже будем без света сидеть, пока не просохнет проводка. В мае этого года дом вошел в программу по капитальному ремонту кровли. Несколько месяцев люди ждали своей очереди, пока подрядная организация начнет ремонтировать крышу. Работы стартовали только в первых числах сентября. Но когда рабочие демонтировали старый слой верхнего покрытия, погода сыграла злую шутку. Начался ливень, который усугубил и без того плачевное состояние кровли. Дело в том, что крыша этого дома не видела ремонта ни много ни мало больше 40 лет. И к потопу во время дождя жильцы уже попросту начали привыкать. Случай, который произошел две недели назад, можно смело назвать очередным. Но мучиться осталось недолго. По словам подрядчика, как только сделают новую стяжку, в квартирах вновь встанет сухо. Кстати, крыша в этой пятиэтажке, как нам пояснили специалисты, не соответствовала нормам. Отсутствовал уклон, по которому дождевая вода должна была уходить в ливневке. В итоге влага собиралась в лужи, а затем попадала в квартиры жильцов. Подрядная организация обещает исправить этот недочет. И готова компенсировать тот ущерб, который произошел по их вине. Отопление допустили, потому что еще не была выполнена стяжка с уклоном. Дождь, в принципе, дождь которого был 6-го, его не было ни в прогнозах, нигде ничего. И из-за этого вот и оттяжка пошла, потому что они 6-го числа, грубо говоря, воюют с тем, что было. Теперь, получается, в рамках контракта, после того, как мы восстановим кровлю, ну, то бишь, сделаем ее заново для них, мы, получается, после этого восстановим вот эти все их потеки, все остальное. Ихний ремонт будем приводить в состояние. К сожалению, от природных сюрпризов никто не застрахован. Но предупредить разрушительные последствия можно. Во многом эта задача лежит на плечах самих жильцов. Главное – не доводить свой дом до плачевного состояния и периодически делать косметический ремонт. А в случае ЧП по вине подрядных организаций выход тоже есть. Собственникам, в первую очередь, необходимо обратиться к подрядной организации. На каждом доме у нас имеется информационный стенд с указанием тех лиц, которые ответственны за организацию проведения работ. Там личные сотовые телефоны у нас заместителей либо директоров, кому они могут в любое время обратиться. И тогда уже подрядчик и строительный контроль быстро среагируют. А также фонд капитального ремонта, администрацию. Везде могут они обращаться. А мы между собой взаимодействуем для таких чрезвычайных ситуаций. Прогулялись по крыше Екатерина Сегеда и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. А сейчас новости из Ставропольского аэропорта. С 29 марта будущего года воздушная гавань краевого центра перейдет на дневной режим работы. С 8 утра и до 8 вечера. Все дело в предстоящем ремонте взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек. На модернизацию двух аэропортов Ставрополья из федерального бюджета получат более 2,5 миллиардов рублей. Такое масштабное обновление аэроузлов позволит расширить географию полетов и создать удобную маршрутную сеть без пересадок в Москве. Перспективы развития авиасообщения в крае обсудили в правительстве региона. Сегодня стало актуальным появление прямых рейсов, которые дают возможность более удобно пассажирам перемещаться из региона в регион. Это даст возможность увеличить количество выполняемых рейсов, количество связей между городами, центром которых будут являться минеральные воды. Дополнительные направления это Сочи, дополнительные направления это Симферополь, дополнительные направления мы рассматриваем также дальше Уфа, Самара, Челябинск, Казань. То есть это перспективы развития. Хаб что предусматривает? Это транзитная пересадка в другую часть Российской Федерации, в том числе и за границу. Кроме того, с 1 октября 2019-го отменяется НДС на полеты вне Москвы, то есть без пересадок столицы, что позволит авиакомпаниям улучшить ценовую политику. В планах правительства региона увеличить пассажиропоток воздушной гавани Минвод вдвое до 5 миллионов человек и войти в пятерку крупнейших региональных аэропортов России. А также создать в аэропорту имени Лермонтова крупный стыковочный узел для региональных направлений и международных рейсов. Неработающие пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума в крае, будут получать социальные доплаты. А муниципалитеты, находящиеся в границах региона КМВ, получат господдержку. Соответствующие законопроекты приняли на заседании Краевой Думы. Также депутаты поддержали ряд социальных инициатив и обсудили планы на ближайшую перспективу. Кира Рогожина записала самое главное. В начале цветы и поздравления. Для губернатора от всего депутатского корпуса с избранием на новый срок. Как прозвучало это, значит, что жители края видят позитивные изменения и выбирают уверенность в завтрашнем дне. От главы региона награда краевым парламентариям за плодотворный труд. Это заседание Думы стало первым в сессии. Во время каникул зал, где они обычно проходят, технически перевооружили. Поэтому перед тем, как приступить к работе, с депутатами провели небольшой ликбез. Для того, чтобы осуществлять электронное голосование, необходимо предварительно зарегистрироваться. Персональная электронная карта депутата. На экране пульт с правильно установленной картой. Быстро и четко слажено, практически на одном дыхании. Вся повестка уложилась всего в полтора часа. Мы, с одной стороны, оперативно отработали, а с другой стороны, время было просто на подготовку очень много. Потому что, ну, все-таки мы и июль, август не останавливая, работали над законопроектами, которые у нас в Думе находились и над теми новыми документами, которые поступили. Из свежего вопрос, который дополнительно внесли в повестку заседания о межбюджетных отношениях в крае, приняли парламентарии и долгожданный законопроект о господдержке муниципалитетов, входящих в регион КМВ. Мы сегодня четко определили границы, те населенные пункты, которые входят в регион Кавказских минеральных вод. Мы четко определили сегодня, по каким правилам, по каким выстраиваемых взаимоотношениям между бюджетами разных уровней должно сегодня проводить, проходить софинансирование. На какие цели это должно идти. А дальше уже будет закон обрастать теми документами, которые будут уточнять, ну, каждое направление. Установили законодатели ряд критериев для объектов, под строительство которых земельные участки будут выделяться без торгов. Мы столкнулись сегодня с огромным количеством вопросов при реализации, вот при строительстве объектов. Именно социальной сферы мы сегодня говорим. При реконструкции дорог, при строительстве тротуаров, объектов, мест общего пользования. Вот сегодня законопроект упростит эти взаимоотношения. Это как раз таки даст возможность быстрее реализовать то, о чем говорят люди. У нас на сегодня это требует особого внимания. Я думаю, что вот практику предоставления земли без торгов с учетом контроля губернатора за соответствием объектов, потому что социально-культурные объекты, они достаточно широкий спектр имеют, безусловно, поддерживая сейчас. Не обошлось без принятия ряда социальных законов. Так, например, неработающие пенсионеры получат доплаты, если сумма их доходов ниже регионального прожиточного минимума. Одобрили и законопроекты, направленные на улучшение ситуации со строительством жилья для детей-сирот. Кира Рогожина, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. В генотологическом центре Ставрополя случился пожар масштабный. В опасности почти 400 человек, сотрудников и постояльцев. По такой легенде работали бойцы МЧС. Объект сложный. Половина из тех, кто оказался в опасной зоне, сами не могут покинуть помещение. Как им помогали? Что по этому поводу думают сами спасенные? Наша съемочная группа о тренировке, которая поможет избежать жертв в будущем. По легенде пожар ночной, когда все спят. Более того, множество постояльцев сами покинуть помещение не могут. Есть инвалиды и просто люди преклонного возраста. Так что ситуация сложнейшая из возможных. Права на ошибку нет. ЧП, конечно, не обходится без условных травм. Эта женщина ударилась головой при падении. В сознание человек должен? Сейчас она пришла в сознание. Там упала бы, была бы сознание. Вскоре выходы охватывает огонь. В таких случаях спасатели используют специальный трап для эвакуации. Это не говоря о простых лестницах для спасения постояльцев верхних этажей. Так как жильцов много, требуется перекличка. Артемова! Есть, да? Сами спасенные относятся к таким тренировкам с пониманием. Ведь не ровен час, когда надевать маски придется из-за реальной горе. Отлично относимся. Правильно. В случае реальной аварии успеете, как думаете, убежать? Сможем. Постараемся. Бежим, думаем. Молодцы вы организовали такое. Еще не хочется. Естественно, постоянно тренируется персонал, потому что наш объект относится именно к учреждениям с круглосуточным проживанием людей. Таким образом отработали и пожарные слаженность своих действий. Считанные секунды развернули рукава и затушили пламя. А что делать до приезда бойцов МЧС? В помощь огнетушители. Специалисты провели мастер-класс. Необходимо снять чеку и клапан на верхнем нажать вниз. И произойдет сработка от коврекислотой. По обеспечению давления происходит подача коврекислоты в низкую температуру. Показали сегодня всем учреждениям края, какие средства спасения необходимо оборудовать данное учреждение. И не дожидаясь пожарную охрану, применять меры по спасению и эвакуации людей, непосредственно, которые находятся на этажах. В крае уже немало примеров, когда соцобъекты охватывал огонь. Всем памятен случай в школе Зеленокумска в феврале. Тогда дотла выгорел спортзал. К счастью, детей в школе в тот момент не было. А еще в этом году горели больницы в Весендуках и Михайловске, детдом в Иноземцево, Северокавказский федеральный университет. Почти все возгорания из-за электрооборудования. То есть люди нарушают правила эксплуатации и впоследствии не знают, что делать, когда пожар уже полыхает. Чтобы все-таки донести информацию, как быть в случае ЧП и главное, как его не допустить, в геронтологическом центре Ставрополя собрали руководителей школ, больниц и других соцобъектов. Такая межведомственная встреча прошла точно не в последний раз. Задумались о безопасности Вадима Скаленко и Владимир Худырев. Ставропольское телевидение. Не мешай следствию. 39-летний житель Труновского района отсидит год за угрозу сотруднику МВД. Как сообщили в Следственном комитете, полицейский прибыл к нему домой для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но хозяин дома оказался не рад такому визиту. Он схватил топор и стал замахиваться на сотрудника. К тому же угрожал убийством. Другие происшествия в оперативной сводке. Незаконное хранение. 44-летний житель Красногвардейского района держал у себя боеприпасы. Об этом узнали полицейские. В его доме нашли 135 патронов для нарезного огнестрельного оружия и рабочий автомат Калашникова. По словам владельца, он нашел это богатство в лесополосе еще много лет назад. Сейчас арсенал изъяли. Возбуждено уголовное дело. Дорогая ошибка. 31-летний житель соседнего региона ехал за рулем бензовоза по трассе Арсгирского района. В какой-то момент отвлекся от вождения и съехал с дороги. В итоге большой груз перевернулся. Сырая нефть вылилась из цистерны. Никто не пострадал. На месте происшествия работают спецслужбы и наряды ДПС. Обстоятельства ЧП и ущерб устанавливаются. Не пожелал лишних трат. Руководитель одной из организаций минеральных вод погасил почти 3,5 миллиона долга перед налоговой после встречи с судебными приставами. Предприятие не платило по счетам больше полугода. Взыскатели возбудили исполнительное производство и рассказали директору о его перспективах в случае игнора. Не желая платить 7-процентный исполнительский сбор и быть фигурантом уголовного дела, компания уже через два дня погасила всю сумму. Позарился на Мереносов. 27-летнему жителю Благодарненского округа срочно понадобились деньги. Он не придумал лучшего способа заработать, как украсть чужое имущество. Парень пробрался в чей-то двор и похитил четырех ягнят и двух овец породы Меренос. После продал. Ущерб хозяину больше 20 тысяч рублей. Теперь злоумышленник ответит по закону. Наши новости в своей середине и вот что увидите далее. Они собирают машины, которыми пользуется вся страна. У машиностроителей скоро праздник. Ставропольский Виктор бьет мыслимые и немыслимые рекорды. Кто повержен на этот раз? Добрыня, Эдвин и Афина покоряют железноводство. Какие еще необычные имена популярны на курорте. Ну мы продолжаем выпуск. Начнем вторую часть с такой новости. Работа с молодежью и подготовка к 75-й годовщине Победы. Эти темы стали главными на встрече губернатора Ставрополя Владимира Владимирова с ветеранами войны, труда и правоохранительных органов в краевом центре. Глава региональной организации ветеранов Алексей Гоначенко поздравил Владимира Владимирова с победой на выборах и отметил, что ветераны первыми оказали ему поддержку. Сам глава Ставрополя заверил, что земляки старшего поколения не останутся без заботы краевых властей. Сегодня в правительстве региона обсуждают дополнительные меры поддержки ветеранов Великой Отечественной и Детей войны. А сам юбилей Победы должен стать главным праздником следующего года. И мы очень хотим, чтобы 75 лет на Ставрополе, знаете, мне надо, чтобы оно было там какие-то суперпраздничным и все, но чтобы оно было за отпоминающимся. Чтобы каждому ребенку, каждому человеку влегло, что это мы, наши пращуры, завоевали эту победу, а не кто-то там, кто пытается себе это все присвоить. Ученые со всей России, Китая, Литвы, Германии и других стран мира. Ставрополь. Их собрала конференция в Краевом медуниверситете. Главная тема – медицинское образование в 21 веке. Подробности в следующем сюжете. Конференция еще не началась, а медуниверситет уже полон людей. Особенный ажиотаж у выставки. Здесь представлены последние технологические инновации в области медицинского образования. Роботы-виртуальные симуляторы для обучения 3D-принтер, который в данный момент, кстати, производит модель почек человека. Здесь представлен программный комплекс «Holo surgery», который позволяет по данным компьютерной томографии производить 3D-реконструкцию органов реальных пациентов. Главная цель конференции, на которую прибыли ученые из разных стран мира – обмен опытом и знаниями развития сотрудничества в сфере медицинского образования. А также здесь на суд международных специалистов можно представить свои оригинальные идеи и заручиться поддержкой на их развитие. Сейчас во всем мире используют симуляционное оборудование, когда врачей обучают на роботах, которые издают звуки и изображают, по крайней мере, боль. И вот люди, которые стояли у истуков этого образования, сейчас у нас в гостях. Нынешняя конференция продлится несколько дней. По мнению специалистов, она поможет улучшить подготовку медиков, профессионалов на Ставрополье и во всем мире. Яна Лукошкина, Александр Бородин, Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. В краевом правительстве честовали рабочих и инженеров. Промышленники Ставрополя готовятся на выходных отпраздновать День машиностроителя. Почетными грамотами и медалями наградили заслуженных работников отрасли. Именно они сегодня обеспечивают больше 15% всей промышленности региона. А в минувшем году выпустили оборудование больше, чем на 37 миллиардов рублей. Хороших вам заказов, стабильной работы, чтобы экономика в ваших предприятиях только росла. Вы занимаете очень сложный сектор экономики. Трудоемкий, энергозатратный. Это, в принципе, вы являетесь на сегодняшний момент одним из лидеров по своим отраслям. Краевые машиностроители сегодня обеспечивают аппаратурой армию, авиацию и подводный флот. Наши сельхозмашины обрабатывают поля всей страны. На каждый третий плуг в России выпущен на Ставрополье. Для пищевой промышленности наши предприятия производят фасовочные станки и печи для обжарки сыпучих продуктов. Число россиян, которые не смогли выехать за границу из-за долгов, с начала года выросло почти на 1 миллион человек. Как не попасть в долговую яму и не испортить отдых? Ответы у Яны Лукошкиной. Осень – любимая пора для многих путешественников, в том числе и за рубеж. Но должников перед государством или банками могут ждать неприятные сюрпризы уже на границе. Достаточно иметь задолженность в размере 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, а также 30 тысяч рублей по потребительскому кредиту. И вы в списке невыездных должников. Как правило, должнику не стоит доводить дело до судебного изыскания, потому что судебное изыскание влечет за собой определенные последствия. Это является возбуждением исполненного производства. В рамках возбуждения исполненного производства выносится ряд ограничений, которые будут направлены на принудительное исполнение решения суда. Например, такие как ограничения выезда за границу, блокирование расходных операций по картам открытых дней должника и прочее. По данным Федеральной службы судебных приставов, только за первое полугодие 2019 года невыездными стали 4 миллиона россиян. Это больше, чем за весь 2017 год. Практика показывает, что данная мера одна из самых действенных. Дабы этих моментов избежать, необходимо, конечно же, в максимально сжатые сроки выйти на контакт либо с кедитором, либо в данном случае есть это коллекторское агентство, где сотрудники подберут максимально лояльный график. Либо это будет реструктуризация, либо это рефинансирование. Что позволит избежать негативных последствий в рамках исполнительного производства. У вас осталась непогашенная сумма 58 386 рублей. Да, у нас есть предложение по поводу того, как выйти из этой ситуации красиво и безболезненно. Узнать о своих долгах до отъезда можно на сайте Федеральной службы судебных приставов. Если же неплательщика задержат на границе, то оплата долга через интернет-банк или терминал не исправит ситуацию. Процедура снятия ограничения выезда за границу занимает сутки. Поэтому лучше позаботиться об этом заранее. Яна Лукошкина, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Ну, сейчас мы подходим к новостям спорта. Все об этом, как обычно, знает Сергей Надеин. Слушай, интересно, вот кто-нибудь тебя поменяет, когда ты будешь в отпуске? А вот посмотрим через три недели, Вадик. Ну, а пока... Гандбол смотрел вчера вообще с увлечением. Там хороший результат, а хотя у меня же дальше в подводке интрига, ну да ладно. Ставропольский гандбольный клуб «Виктор» выдал самый впечатляющий старт сезона в истории. До вчерашнего матча в Буденовске с краснодарским «Скифом» уже был рекорд. Четыре победы в четырех первых матчах. Удалось ли викторианцам побить собственное же достижение? Из нашего с Вадиком диалога вы поняли, что удалось. Смотрите в сюжете далее. Пожалуй, нет для Виктора соперника более принципиального, чем краснодарский «Скиф», матчи с которым всегда отличаются боевым содержанием. Чего только стоила прошлогодняя четвертьфинальная серия, когда ставропольцы с крупным счетом уступили дома, а потом одержали две победы в гостях. И этот матч снова показал. В соседском противостоянии ничего не поменялось. До 20-х минут каждого из таймов игра шла мяч в мяч. Потом викторианцы совершали рывок. И если в первом тайме «Скиф» смог наверстать отставание, сравняв счет, то в концовке второго нет. Пожалуй, одним из ключевых моментов встречи стало удаление при счете 4-4 до конца игры голкипера «Скифа» Дениса Заболотина, который с нарушением правил встретил Ивана Пасенова. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! И удаление, да, сейчас будет? До конца встречи ворота гостей защищал Дмитрий Кузнецов. Правда, в одном из игровых эпизодов и он был вынужден уступить рамку. После удаления единственного оставшегося вратаря за разговоры в ворота встал полевой игрок Никита Степанов. Но голкиперских лавров не снискал. Виталий Мазуров. Может быть и полезная такая манера, но нет. На моей памяти не было. Какие-то глупые, сначала красное, потом двухминутное, за разговоры. Я, честно сказать, в шоке. Нет у меня ответа на вопрос. Но даже несмотря на это, Скиф продолжал упорно преследовать хозяев, которые к перерыву смогли оторваться на один мяч только на последних секундах. А красивый элемент, который в гандбольной среде называется «воздушка», исполнил Иван Харитонов. Во втором тайме характер игры не изменился. Викторианцы отрывались на один-два мяча, после чего Скифы их неизменно настигали. Но было это, как говорилось выше, до 53-й минуты. Дальше рывок хозяев и заслуженная победа. Вы когда поверили в то, что сегодня победа уже не ускользнет? Наверное, когда в концовке четыре мяча, когда мы повели, вот там уже было понятно. Ну, может быть, чуть раньше, когда вот такой переломчик был, небольшой в конце, когда мы убежали два раза в быстрый переход и забили два легких гола. Вот тогда показалось, что мы уже не упустим победу. Теперь Виктор ждут два выездных противостояния на Азовских берегах. В субботу, 28 сентября, наша команда помирится силами с Таганрогом Юфу в рамках одной 16-й финала Кубка России. А на следующей неделе, 2 октября, матч «Близнец», но уже в рамках чемпионата. Анастасия Ивановская, Сергей Надеин, Ставропольское телевидение. Официальный волейбольный сезон в России открылся матчами первого этапа Кубка страны. Единственный профессиональный коллектив нашего края, «Трансгаз Ставрополь», дебютные поединки провел в Казани. В столице Татарстана кисловодские парни сыграли пять матчей. В активе наших земляков победа над соперниками из Владимира 3-2, а в пассиве четыре поражения. Динамовцев из Ленинградской области 2-3, Красноярцев из Енисея 2-3, спортсменов из Грозного 1-3, и хозяев из клуба «Зенит Казань» 0-3. Эти результаты позволили Ставропольской команде расположиться на пятом месте по итогам первого тура во второй зоне. Окончательно места здесь распределятся после второго этапа Кубковых соревнований, который пройдет с 8 по 12 октября в Красноярске. А в Невиномыске близится к завершению ремонтно-восстановительной работы в комплексе «Олимп». Сейчас проводится пуск-коналадка и благоустройство прилегающей территории. Как рассказали при службе администрации Невиномыска, спорткомплекс распахнет двери уже 5 октября. Обновленный комплекс откроется грандиозным танцевальным чемпионатом. На нем выступят мировые российские звезды по латиноамериканскому секвею. На паркете встретятся спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда, Астрахани, Ростова, Краснодара, Республика Скайфо и, конечно, Ставрополье. Сейчас уже открыта регистрация спортсменов и стать участником может любой желающий танцор возрастом от 5 лет. Ожидается, что за 2 дня соревнований в них примут участие более 300 пар. Все новости спорта к этой минуте. Вадим, мы вчера с тобой решили, что мы могли бы в волейбол поиграть. А как насчет танцев у тебя? Неплохо. Я, кстати, не понял, что такое сиквел. Что это такое? Сиквел? Ну, это латиноамериканский известный танец, о котором я тоже пока ничего не знаю. Пойду гуглить. Будем учиться. Да-да-да. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания. Ну, на этом наш выпуск еще не заканчивается. И вот о чем еще расскажем. Наша финальная новость будет полезна молодым парам, которые выбирают имена для своих малышей. Железноводских детей все чаще называют необычно. В администрации курорта рассказали, что в городе продолжают проявлять буйную фантазию. В Железноводске теперь есть маленький Добрыня, Эдвин, Афина, Алексия. Особую популярность приобретает имя Виллигор. Только в этом году сотрудники ЗАГСа зарегистрировали троих малышей с этим именем. Тем не менее, самые популярные имена по-прежнему Александр, Артем, Юлия, Анна и Анастасия. Но, видимо, скоро такими темпами лидеры сменятся. Ну, а с вами был ведущий с самым обычным именем Вадим по фамилии Москаленко. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова